Лещина Найс Я врубился А чего же ты добился Средний зритель Закройся Не разговаривай никогда Снова куртку одел, да? Как бы 30 градусов, надо в куртке сидеть Думал о том, чтобы сдавать на водительские права Но в теории думал, но блин, мне так лень, блядь Come closer, my dear Come closer, my dear 4800 Ай, блядь, мне больно хлопать Человек идет, что у меня на руке Видите, х** какая, короче, вчера Какое-то растение сдер, рандомное Я не знаю, как это получилось, или это было растение, знаете Такое, которое тебя ошпаривает Буквально кожей, ну, короче Там слизь какая-то, на ранее Чё, у тебя постоянно всякая фигня на руках появляется? Постоянно? Ну, не прям постоянно, что значит постоянно Папулич, привет, мелстрой будет донатить 1.5кк на евангелеон Именно с полнометражкой, которая Просто серии, склеенной на полтора часа Ты готов подрубать на трогу уже Ты что, с ним на связи постоянно 247 х**, ты мне передаешь информацию эту? Заранее меня дизморали, что мне придется аниме смотреть Ну понятно, что сложно отказаться За полтора ляма Передай ему, что два, если еще с полнометражкой Потому что я соглашался на полтора Без полнометражки Никогда не меняю свои предпочтения Как вообще, допустим, у человека Может поменяться его любимый цвет Это возможно в теории, мне кажется, блин, ну Если у чела может поменяться его любимый цвет Мне кажется, такому челу нельзя доверять Потому что ну как-то типа Значит у него все может поменяться, правильно? Абсолютно все Бля, девка ушла Играть с мужиком Это еще тот чел Бля, еще тот мерзкий чел из этого, из Boom City О нет, о нет, о нет, о нет Да, это Зейн Я же говорю, этот чел гейский Кто бы еще согласился в таком наряде Ну, выступать, типа, ведущим шоуменом, короче Сейчас бы играть в Candyland с ведущим мужиком Это пиздец, ну Это, по-гейски Я, 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 пиздец Вы бы согласились, да, в таком наряде? Покрутить колесико там? Здравствуйте, Виталий Сможете ли вы сходу называть две исторические даты? Начало первой и второй мировой войны А, блядь, откуда я должен помнить? Я просто попытаюсь угадать Вторая пусть будет 1939 А первая пусть будет 1917 Нахуй ты надо вообще знать? Зачем мне это в голове держать? Это абсолютно бесполезная информация Абсолютно ненужная Это просто идиотизм Запоминать всякие даты Я еще не недоумевал в самом-самом детстве Нахрена запоминать даты? То есть, историю человечества нужно знать Чтобы понимать, что из себя представляют людишки в целом И, то есть, различные события, безусловно, ну Тоже интересно знать Достаточно важно порой Но, знать конкретную, конкретную год, блядь А почему тогда тебя не спросят, например Вот в домашних заданиях там задавали Да, конкретный год Ну, потом сказать Там, выходишь к доске на уроке Рассказываешь год конкретно, когда что-то произошло А почему, блядь, тебя не спросят не просто год А почему тебя, блядь, не спросят месяц конкретный И еще день конкретный Там, одиннадцатого дня, там Не знаю, восьмого месяца Двенадцать Две точки сорок пять Помолчи Назови сумму, за которую Готов встать в полный рост И кинуть плотную зигу Всем делаем работягам Прямо на стриме Плотную зигу? Да что, просто руку поднять, или что? Типа, я не вижу в этом ничего такого Даже бесплатно, блядь Короче, не знаю, ну, блядь Типа, блядь, мне уже спрашивают Назови сумму Сказалось бы, какие-то вообще, блядь, примитивные действия Подни руку, блядь Меня будут спросить от тебя У чела одного правила ютуба Не посчитают ли это, там, пропагандой чего-то запрещенного, я хуй знаю Ты скинхед, что ли? А ты, ты дурак, что ли? Ну, это вот То, о чем я говорю, ну Идиотизм какой-то, шиза какая-то чья-то Когда тебя уже полноценно купит монстр, а что она купит? Никогда Это приветствие нацистов Вау, чел, спасибо И чё дальше? И чё дальше? Пишет мне чат, а это приветствие нацистов И что? Они его монополизировали Мне теперь нельзя руки поднимать, блядь Просто я знаю одно Ну, нужно быть реально конченным Чтобы говорить, что там, типа Поднятие руки какой-либо правой, либо левой Что это плохо может быть Нужно быть для этого конченным Это факт Ну, так как я знаю, что людишки пизднутые в целом То мне проще про человека там правила спросить Ну, так я же говорю, просто руку поднять можно за минимальный донат Вообще, по... Это римляне приветствуют друг друга Я знаю, спасибо Я просто в целом объясняю ограниченным людям Ну, что нельзя монополизировать какое-то действие Чтобы оно означало что-нибудь плохое, либо хорошее, блядь Это ограничение в вашей башке И проблемы с восприятием реальности Раз такой умный сходи к памяти кучелам Которые погибли против нациков и кентам зипы Посмотрим Дэчуал, тебе в донате сказали не просто руку поднимать А именно зипы с ними А в чём... Это разница и вещи Ты пиздец, тупой идиот Иди нахуй Ограниченное примитивное существо Говорит мне... Говорит вообще не то, что мне, а кому-то будет говорить, что он идиот Что с тобой, блядь А в чём разница? Я не знаю, если честно, в чём разница Между зигой и поднятой рукой Я даже, ну, в этом не разбираюсь И мне насрать Повторюсь ещё раз Бля, уважаю тебя за такую смелость В нашем толерантном левацком мире Если тебе, конечно, как ты говоришь, несложно То встань в полный рост И мед не от сердца к солнцу для всех роботин Отстань от меня Да вы за блядь своими зигами Это вообще какая-то подростковая тема Я если так вспомню свои годы стримов Типа за 8 лет стримов, наверное, вот эти вот ваши зиги Где-то Было раз в 50 на стримах Рука, вот когда ты её просто поднимаешь То, как она держится То есть она с открытой ладонью держится Это считается зигой или что? И поэтому, грубо говоря, любой человек, который просто поднимет руку Он получается отчасти как будто эти ваши зиги кидают Повесь за донат ещё на стену свастику У знаки же тоже нельзя монополизировать Его ещё длинные монахи использовали и норм будет Это символ солнца Ну вообще да, ты прав Ты всё правильно сказал Ты пытаешься выглядеть умным, но ты всё правильно сказал Действительно Можно любые знаки использовать по большому счёту Но проблема в том, что это, ну, порой может быть запрещено какими-то правилами там или дурацкими законами Лично я в своей голове не вижу ничего вообще плохого Либо негативного в использовании любых абсолютно знаков Каких бы то ни было, вообще любых Одно дело, когда ты используешь знаки Другое дело, когда ты что-то при этом говоришь То есть решают конкретные слова и действия, а не просто, б***ь, значок Повесь значок, сагрится в интернете дурачок Или не только в интернете Поэтому без проблем повесил, б***ь, сзади свастику, хуястику, любой знак Если бы мне заплатили бы достаточно количество денег О-о-о-о По твоей логике ты бы людей убивал Но правилами и законами запрещено Зачем? Ну че-то тебе правила и законы И не мешают Казик, стремите 14.1 еб... Что ты несёшь? Что это вообще на твою тупую п***ю отвечать? Я не знаю, ну... Если ты неадекватный хейтер То есть просто так хотел бы кого-то убивал, да? Я, по-твоему, маньяк или там садист Которому интересно просто кого-то, ну... Которому было просто кого-то интересно убить по приколу, да? Или причине кому-то боль там, какие-то страдания... Ну че, ну ты конченый, алё, б***ь! Внезапно говорит, ты бы убивал там людишек Зачем? Почему, б***ь? Как это взаимосвязано? Все начиналось с того, что Чел поднимает просто правую руку вверх, да? А потом ты бы уже убивал людей там, если б можно было Что, б***ь? Ну типа, это че за дегенерат? Че за кретин? Как это можно... Вообще, как эти умозаключения, б***ь? Как? Как нахуй? Привет. За сколько повесишь букву З на стене? Обычная буква я считаю или неправа? Ты неправ в том, что ты, б***ь, даже банально не можешь слышать то, что я говорю Что я до этого говорил про разные там правила, про законы и прочее подобное? Ну и тем более, очевидно, б***ь, стоит ли вообще говорить, что мой, б***ь, город бомбили? И эта буква связана с этим? Все это конченное движение, которое, ну, лично я, очевидно, никак не могу уважать То есть это уже из своих личных принципов, как минимум, я не мог этого сделать ни за какую сумму, очевидно И заметьте, я не говорю, что там буква З какая-то х**ая сама по себе Она меня никак не агрит, если я просто, б***ь, ее где-то увижу Абсолютно насрать на нее Буква на клавиатуре, буду на нее агриться или что, блин? Повесишь флаг Вагнера на стену, могу предложить 200 рублей Засунь себе хвачко А все начиналось с поднятия правой руки А, еще и потом, да, символа, которые, ну, никак никому не принадлежат, по сути Флаг-то кому-то принадлежит уже, как минимум Тем более, если это действующая х**я, правильно? Безумный мир Оу, 20 кикс Не хватит Просто признай, что ты, как и любой адекватный белый, европейский, гетеросексуальный, консервативный, ультра-правый мужчина ведет Ультра-правый уже, б***ь Сегодня вышло полотно со свастиком и тебе Куда ты, в б***ь, вышлишь? Нах**ну мне надо Я не говорю, что я буду что-то вешать, блин Бл***, какой же ты лицемер Да я не повешу, ибо бомбили А свастик туда можно, пох***ть По личному б***ть Я даже не вешал ничего, блядь, а что с тобой, блядь? Видимо, нет на стороне на Зигу, поэтому и норм. Мышечная память на Зигу, видимо, тоже от него по наследству досталась. Чего, блядь? Иди нахуй. Челы, которые уезжали свастку, тоже захватывали твой город. В отличие от типов, которые из Лидзе. А этот, блядь, просто. Я тебя понял, мне запрещено определённый знак и поднимать руку правую запрещено на всю жизнь, правильно? Или значки, которые там у них были. Я не знаю, что у них ещё было. Там у них черепа были, да. Краби, ещё какие-то значки были. Короче, все эти знаки запрещено и узнать. Ну, просто потому что, ну. Да вы заебали. Сколько повесишь фото? Сильно в аду на эспирот снахуй. Блядь. Как вообще на стенку что-либо вешается? Там нужно либо приклеить, либо гвоздём забить. Ну, проще приклеить, правильно? Я аж задумался. Всякой хуй не обсуждается. Бонуски не бывать. Бля, чё ты называешь меня фанатиком? А ты детей ебешь, о чём речь может быть? Я лучше буду. Такие сын шлюхи, ну вот. Типичный сын шлюхи. Как можно говорить нечто подобное незнакомому человеку? Я не знаю. Правильно я про тебя сказал. Просто тупорылый фанатик, который уверен всегда в своей правоте, в своих каких-то, блядь, ну, суждениях. Просто конченый. Было бы даже не так мерзко, было бы относительно похуй на тебя, если я не знал, что таких как ты существ, по сути, ну, по скромным ощущениям примерно, ну, блядь, ну, как будто половина планеты Земля, блядь. Ты не прав, потому что для меня это святое. Потому что, блядь, я всю жизнь был уверен, что я прав. Поэтому ты не прав. Согласен ли ты с цитатой Адольфа Гитлера о том, что левацкие идеологии по типу марксизм из его рода в религии для письма? А еще с тем, что нарезать надо всех пидарсов, которые ебут без стоса белых арейских женщин. Чел, блядь, что ты меня спрашиваешь? На вторую часть я вообще даже не собираюсь отвечать, что ты меня спрашиваешь? Потому что, по сути, это все одно и то же. Как в политоте, так и в религии это все используется для того, чтобы контролировать стадо, чтобы какую-то дичь, грубо говоря, внушить стаду. И чтобы потом просто эту толпу контролировать было легко. Но это же, блядь, очевидно, что все это одинаково используется. В этом плане политика и религия очень схожи, блядь, супер похожи прям. И там и там толпа просто не будет думать. Ну так всегда и бывает, когда люди скапливаются хотя бы, блядь, ну, в толпу хотя бы уже там из десяти человек. Это уже организм, у которого IQ, ну не знаю, ну 60 примерно. По сути, для всех людей должна быть одна примитивная идеология. Просто быть порядочным человеком? Ну, это слишком сложно и недоступно для понимания. Видимо, для этого нужно быть высшим разумом. Нацик, иди отруби себе руки, чтобы случайно не зигануть. Не, ну, прикинь, реально, зигануть же можно... Я же говорю, что такое зига? Я точно даже не знаю. Это правая рука, когда там ладонь открыта, да? Или нужно обязательно там в грудь как-то ударить, да? Как это римляне делали. Грубо говоря, ты на улице увидел знакомого? Типа, эй, здорово! Какой-то долбой, прикиньте! Подбегая к тебе, начинает орать. Слушай, что ты зигуешь тут? Ща еб*** набью. Прикиньте, да, ситуацию. А такое, по-любому, бывало в жизни. Если что-нибудь представить, это, скорее всего, когда-либо было. Типа, если ты можешь это представить, наверное, это было когда-либо. А такое, по-любому, было, наверное, где-то когда-то. Там увидел знакомого, эй, здорово! Тебе уже бегут, еб***, какие-то поехавшие. Так-то, наверное, это не смешно. Я бы явно не хотел оказываться в такой ситуации. Не нужно кланяться. То есть, банальная адекватность и порядочность. Такие качества можно встретить, ну, типа, я не знаю, оба качества можно встретить в одном из десяти. Понолчи! В лучшем случае. А одно из двух в одном из десяти. А я уже обрадовался. Думал, ты норм-мужик из правого движа. КСТА тебе доводилось видеть скинов каких-то двухтысячных. Может, ты был один из них? Короче, слово движ подразумевает то, что ты должен двигаться. А делать что-либо меня мало интересует. Это уже отдельное философское рассуждение. Есть ли смысл что-либо в жизни делать и стараться? Мне вообще, ну, как бы не интересует, что будет там с планетой Земля или с человечеством. Если я жил тысячу лет, я бы в теории мог что-то делать, чем-то заниматься. А если я живу там, блин, сколько человек живет? В наше время ты можешь жить максимум лет 50 здоровой жизни. Это вообще предел, наверное. То есть жить 50 лет и что-то делать, блядь. Из этих 50 лет ты лет 20-25 будешь что-то рвать жопу, как говорится, делать что-то. Очень интересно. Это не мой подход. Пусть кто-то другой двигается, кому интересно. Самый порядочный и адекватный человек на планете вырезает всех мирных NPC в игре. У тебя там в роще друидов выжившие остались. Их бы добиться ходить. Вот что надо отвечать? Что надо отвечать, блядь? Это типа он меня заовнил? Начнем с того, что я не говорил, что я самый-самый порядочный и адекватный в мире. Кстати, насчет порядочный можно поспорить. Я явно в топ 100 по порядочности в мире. Насчет адекватности, ну окей, maybe в топ 1000. У тебя на стене какая-то херь черная по типу мухоловки или как их называют. Это не байт, если чё. Я серьезно. Вот ты сейчас посмотрел на стену, а там могла похуй на свастика висеть. Сука! Да, когда ты сказал мухоловка, я все-таки решил проверить. Но чисто на всякий случай. Или как их там называют. Я представил, что это. Я такое видел х***у. Такая длинная, огромная, это же вообще пизда. Такая х***а тебя может убить. Ну не знаю, если она заползет тебе в ухо, что будет? Как вы думаете? Выживешь или нет? Самое главное, захочешь ли жить после такого или нет? Доброй ночи, кто не хейтер и не поехавший отбитый шиз, которых сегодня в донатах хватало. Хотели меня в чем-то обвинить и найти причину ненавидеть. Пока. Прощавайте, хлопти-то девчата. Добрые вам ночи. Любима лята. Ха-ха-ха-ха! Пока. Субтитры сделал DimaTorzok